Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Я всегда имею деньги и умею их зарабатывать. Неужели я срепролюбивый? Апостол Павел в послании к Тимофею говорит, ибо корень всех зол есть срепролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Господь о каждом человеке промышляет особым образом. У каждого человека есть свои дары, свои таланты и свои искушения. Мне кажется, что если вы спокойно относитесь к деньгам и занимаетесь благотворительностью, то вы не будете искушаемы срепролюбием. Как это проверяется? Знаете, история из моего детства. Я помню, я маленький, иду с отцом, где-то по центру Москвы. Мы проходим мимо храма, еще тогда в храм я не умел ходить, и там много очень нищих. И папа опускает руку в карман, достает, и он достает три рубля. Для нас это были очень большие деньги тогда, потому что трое детей. И отдает нищему. Нищий чрезвычайно удивляется сам, все вокруг его коллеги начинают что-то шуметь. А папа мне говорит, Федя, запомни, когда у тебя просят, ты опускаешь руку в карман и достаешь, сколько достанется. И если тебе жалко, значит ты в плену. Значит надо с этим бороться. Он был еще некрещеный человек тогда. Но вот такие христианские были у него убеждения. Апостол Павел говорит, все мне позволено, ничто не должно обладать мною. Есть очень много святых, которые были очень богаты. И наверное есть очень много людей, которые сгорают от сребролюбия, от желания обладать деньгами, не имея их и живя достаточно скудно. В чем заключается страсть сребролюбия? Она заключается в том, что человек упование, которое он должен возложить на Бога, он возлагает на средства, на имущество и живет спокойно. И для его души это достаточно, как в притче о безумном богаче. Он говорит, скажу душе моей, много богатств у тебя на многие годы, покойся, ешь, пи, веселись. А душа не ест, и душа не пьет. И веселье души составляет не еда и питье, а молитва и общение с Господом. И вот если все упование на деньги или на то, что на них можно купить, тогда место для Бога, как на центр нашего упования, в душе не остается. Именно поэтому Господь и говорит, не можете служить Богу и мамонне. Мамонна — это финикийское божество, именно достатка, денежного достатка. Не можете служить двум господам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть или что пить, не для тела вашего, во что одеться. Ищите прежде всего Царство Небесного и правды Его, и это все приложится вам. То есть если на первом месте у вас поиск Царства Божьего правды, то все остальное, как говорит пророк Давид, богатство, если течет, не прилагай сердце, есть, нету, ты будешь с Богом. А для того, чтобы этим богатством спастись, я вам советую заниматься благотворительностью. Найдите бедных людей рядом, найдите храм какой-нибудь, помогите. Какую-то многодетную семью, какой-нибудь дом престарелых, дом малютки. И это будет составлять огромную радость. И эти деньги, как говорит Иоанн Златоуст, вы передадите в долг Богу на небо, и он будет вам должен. Есть такой дивный древний святой, преподобный Саоксилен. Он очень интересно сказал о пожертвовании денег. Он сказал, мое это только то, что я отдал. Почему? Потому что те деньги, которые у вас сейчас есть, они могут пропасть завтра. А если вы отдали их Богу через страдающего ближнего, никто вас их уже никогда не отнимет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.